Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, самое яркое впечатление от тех событий, в которых вы участвовали, может быть, что-то особенно запомнилось? Самое такое яркое событие у меня было... Это, наверное, первый бой, который был в Семеновке. Это 3 июня. Как говорится, зашли мы в Семеновку и окружили ее, взяли. Она где-то была человек 350, ну, до 400, не больше. Тем более, что Семеновка поселок большой. Сами понимаете, круговую рассредоточились. Естественно, позиции были жиденькие. Вот у нас, на нашем блокпосту, это, можно сказать, как я называю, бутылочное горлышко. Харьковская трасса. Вот когда танки пошли, у нас там буквально на этом блокпосту было 20 человек. Ну, может, там плюс-минус 5 человек. И то, скорее всего, ну, в плюсах плюс 5 человек. Тяжелого вооружения у нас практически никакого не было. Разве что был один ПТРС, музейной редкости. После каждого выстрела кирпичом затвор отбивать проходилось. И утес. Это все, что у нас было. Ну, из таких более громких, это пару мух было. Единый гранатомет РПГ-7 с двумя или тремя зарядами. Подразделение, кажется, тоже было экипировано, не по первой, как говорится. Что у нас было? Половина были с СКСами. Ну, половина. И боекомплект у каждого был, как говорится. Кот наплакал. Если у кого-то было там чуть больше сотни патронов на СКС и чуть больше двухсот на автомат, то это было хорошо. Но все равно остановились мы эти танки. Они сами уже, как говорится, они потом говорили, что у нас там две с половиной тысячи. Хотя нас, когда именно напрямую шли, буквально 20 человек было. Может, 30. И, можно сказать, шапками закидали эти танки. А что вас сдержало на позициях? Вы ведь воюете не за деньги, не за страх. Почему вы не трогнули, не побежали? У вас же СКС, а там танки. Ну, дело в том, что с Донецка я приехал в Славян с товарищем. Не за деньгами, а за то, что... Ну, больно стало просто, что какая-то власть непонятная. Стала власть. То есть, диктует свое. Не чуждо нам, допустим. Да, я могу разговаривать по-украински немножко, понимаю украинский. Но я с детства вот такого, я разговаривал по-русски. Ну, как вот даже... Вот у меня даже теща, она коренная полтовчанка, она не понимает то, что переводят даже бандеровские телевидения. Они переводят, теща моя, не понимает перевода этого. Потому что такое бывает с морозья. Там что-то австро-венгерское. Это не украинский язык. Это язык суржик какой-то. Они запрещают разговаривать на своем языке. Они запрещают не на русском разговаривать. И хотят, чтобы я на этом суржике разговаривал. Так получается. А мне обидно стало, что воюет они не против армии, а против народа. Ну, по телевизору, я думаю, многие видели, что это за армия. Когда они на касках немецкую свастику фашистскую арестуют. И даже эмблема Азова, подразделение этого, тоже чем-то на свастику похожа. С этим героглифом. Вы воюете здесь против фашистов. Да, мы воюем против фашистов. Современных фашистов. Которых, кстати, поддерживают. Что мне самое большее обидно было, то, что самая Польша. Когда они памятник, ломают памятник военно-освободителю. А я еще тогда говорю, неужели поляки забыли свои контрационные лагеря? Забыли это что? Или у них память такая короткая? Ну, видать, забыли. А та же, можно сказать, фашистская Меркель, которая поддерживает вполне, как сказать это, поддерживает именно этот режим фашистский. Ну, и Европа сама как бы в спячке. То есть, вы видите здесь не только внутриукраинские какие-то напряженности, но еще это и Запад, и, возможно, Америка. Ну, если Америка, то финансирование, конечно, идет с Америки. В основном, я думаю, так. Запад тоже какие-то интересы имеет. Ну, в основном это, я думаю, это НАТО. В основном это вот этот блок НАТО. Он имеет какие-то интересы здесь, на этой земле, на нашей земле. Поэтому и ведется эта война, и ведется финансирование этой войны. Почему во время, как говорится, уже боев они организовывают учения? Заходят две тысячи танков, заходят столько-то пехоты, а сколько вышло, никто не знает. Потому что я не удивлюсь, если какие-нибудь там пантеры, тигры, ягуары немецкого там или какого-нибудь еще французского батальона будут кататься на Укоровской территории и стрелять по нашим городам и селам. Так что, все это спланированная довольно-таки акция. А это не продолжение ли развала Советского Союза только другими итогами? Не в 91-м, а вот продолжается сейчас. Не видите ли вы какие-нибудь? Ну, Советский Союз был развален, как говорится, с одной стороны, лавориатом Нобелевской премии Михаилом Горбачевым. Ну, я думаю, это Нобелевская премия не просто премия, это плата за это, за этот развал. А сейчас, когда славянский народ, или народности, славянские народности опять соединяются в одно целое, это, к тому же самому Западу, Америке, это довольно-таки невыгодно, наверное. Иметь сильное славянское государство с мощным, как говорится, потенциалом, как техническим, промышленным и военным. Получается, вы сейчас стоите на защите всего славянского народа, славянской культуры? Да, можно сказать и так. Вполне. И это не будет ошибкой или что-нибудь. Как бы, хотелось бы достучаться. Но дело в том, что там тоже не народ решает, как быть, а именно те же самые парламенты, сеймы и тому подобное. То есть, это опять же кучка таких же олигархов, которые правят той же самой Европой. Народ, может быть, и рад бы, но против власти не попрешка, говорится. Это мы подняли свой голос, говорится, во всеуслышание. Взяли в руки оружие, чтобы защищать. Поэтому. В названии народная республика, Донецкая, Луганская, стоит слово народное. Что слово народное для вас означает? Народное управление. Я думаю, это будет, народы уже будут избираться не так, как по принципу, у кого много денег. Допустим, я считаю, что если человек решил даже баллотиться в президенты, вот коллектив цеха, завода, фабрики, просто выдвигают его, вот пусть ты у нас, вот ты хороший мужик, работящий, грамотный, и политически подкован, ну ты, кажется, знаешь, это там экономические, вот баллотируйся. Пусть это будет 100 человек даже на одно место, пусть тысячу на одно место, но выберут одного из лучшего. Пусть это будет в три тура, в пять, в десять, но выйдет один лучший. Не тот, у кого денег много, а тот, кто именно за свое государство болеет, и за свой карман. А понятие олигархи, что такое, вот, разъясните, как они появились, почему некоторые, имеющие какие-то деньги, могут манипулировать судьбами людей? Ну, олигархи по-разному. Это какой-то американский бизнесмен, говорит, нашел яблоко, продал его в школе, на эти деньги купил два. То, да, то это можно сказать, что это бизнесмен, как говорится, от Бога. Ну, у нас в основном бизнесмены те, которые где-то что-то украли, наворовали. Показалось мало, начали воровать больше. В итоге, что, даже в Украине не осталось буквально ни одного государственного нормального предприятия большого. Все в частных руках. А как это государство без промышленности? Ну, сами понимаете, что... Все это было, тоже, наверное, специально все сделано. В Белоруссии... Батька сказал, ни одного государственного предприятия в частные руки. И все, и там нет больших предприятий. Там есть мелкие, типа артели есть. Но в частных предприятиях, в частных руках нету больших предприятий. То есть, построение народного государства, прежде всего, строится на тружениках? Конечно. И ни в коем случае не эксплуатация этих... А зачем? Должны только грамотные труженики быть. Которые будут именно болеть и бороться за свое государство. Я считаю только так.